Добрейшего вечерочка, друзья! С вами Лонид, и сегодня вы смотрите обзор 24-й главы манги Баруто, которая носит название Каваки. Поехали! Ну что ж, манга продолжает отвечать на одни вопросы и при этом задавать другие, и в целом-то глава получилась неплохой. Последние несколько глав в принципе в кои-то веки получаются на должном уровне, и это безусловно радует. Первые несколько страниц посвящены трапезе лидера Кары Джигена и той особой с необычными глазами. Ее имя, кстати, Дельта, и теперь мы смогли получше разглядеть и узнать их. Дельта весьма симпатичная девушка, которая, как и любая типичная представительница женского пола, печется о своей фигуре, а еще обладает вспыльчивым нравом и любит бросать всякого рода колкости, даже в адрес собственного лидера. Джиген же пока выглядит спокойным, уравновешенным персонажем, но с некой, я бы сказал, маниакальностью, которая присуща, например, Арочимару. Будучи хипстером, он бреет виски, а будучи жителем мира Наруто, он из оставшихся волос намутил себе длинную прядь. Кроме всего прочего, продемонстрировал он весьма интересную способность. Он не то с помощью пространственно-временной техники заменил разрушенный Дельтой стол на новый, не то создал его сам, и вот если последнее подтвердится, то это мощно, все-таки создание полноценных объектов, как по мне, сильная способность. И между этими двумя не то отношения, или же Джиген просто очень галантен. Ну вы поняли, да, на что тут такой прозрачный намек сделали? И вот трапеза, собственно, заканчивается на том, что нетерпеливая Дельта уходит посмотреть, что-то мы как у Коджи, бросая перед уходом, что желает насладиться Джигену последними секундами трапезы. Звучало это, знаете, неоднозначно. Версию с ядом отбрасываю, бред, как по мне. Так что это либо очередное проявление ее острого языка, либо это намек на то, что стол, приборы и едат скоро испарятся. И если это так, то это косвенно подтверждает мое предположение о том, что Джиген сам создал стол и все, что на нем находится. И тем временем нам показывают каваки в отключке и каноховцев, которые пытаются понять, что к чему. Естественно, Барута замечает, что у него точно такая же печать на руке. И после этого нам показывают, что творится у него в голове. Паренька приложила к земле не слабо так, так что он ловит флэшбэк своего детства, где нам показывают сцену, как его отец за кругленькую сумму продает маленького каваки Джигену. И когда в этом не то сне, не то бреду лидер кары протянул руку к своему новообретенному приемному сыну, каваки закричал уже в реальном мире и устроил локальную шинрутэнсэй. И, собственно, видя, что парень чисто выбросом чакры, а я думаю, произошло именно это, может устроить микрократер, у всех отпали вопросы, как он сам одолел марионеты. И первое, что нам показывают, это надменное лицо каваки. И ничуть надменный вопрос, что за идиоты предстали перед его величеством. Ну вы поняли, да, на что тут такой прозрачный намек сделали. Как известно, король лич и Саски должен быть всегда. Всегда должен быть. Саски. Вы думали, что Сарада это новый Саски? Нет, это скорее Сакура без комплексов и с целеустремленностью. Вы думали, Баруто это новый Саски? Нет, это просто Наруто, который вырос в семье, а не сиротой. Вы думали, Мицки это новый Саски? Нет, Мицки это Мицки, лол. А вот каваки это как раз Саски, образца Тукея 18-го года. ЧСВ и эмоциональная нестабильность на месте. Сила и гениальность также есть. Особая связь с Баруто присутствует, если судить по первой главе. Тяжелое детство также имеется. Предавать уже начал, как минимум Кару он предал, но об этом дальше. Не хватает только всеобъемлющего желания мстить, но как по мне, это лишь вопрос времени. Из следующей несколько страниц Баруто и компания ведут совершенно неконструктивный разговор с Каваки, что не выходит из образа Саски ни на секунду. Из полезного нам стало отчетливо ясно, что Каваки бежит от кары, и что судя по цифре на его щеке, а также воспоминаниям, что были показаны нам ранее, он был в ее рядах, и соответственно он покинул, дробь предал эту организацию. Плюс он вслух говорит название печати, что находится у него на руке и на руке у Баруто, и на сей раз слово карма услышали все, хотя толка от этого ноль. Каноховцы ничего не понимают, но вот для Нью Сасуки все ясно как белый день. Это сборище отбросов никакие не шиноби-конохи, а прихвостни ублюдков из кары, которых послали за ним. И прежде чем начать раздавать люля по фирменному рецепту от Саски, кто-то атакует его. И пока Баруто и прочие пытались установить, кто такой Каваки, и наладить хоть какой-нибудь контакт с этой ходячей через свои эмоции, за ними наблюдал Коджи и присоединившаяся к нему Дельта. Между этими двумя завязался недолгий разговор, в ходе которого Дельта окончательно убедила всех в том, что у нее весьма несносный нрав. А Кашин Коджи, несмотря на все ее язвительные реплики, остается хладнокровным и спокойным, и даже в своеобразной манере попрекает ее, мол, камон, хватит уже истекать желчью. Ну и конечно же, в этот момент, ровно как и в начале главы, внимание концентрируется на глазах Дельты. Для всех, я думаю, очевидно, что это не просто так, а вполне себе новая дадзюцу. Есть ли у меня какие-то мысли на этот счет? Увы, но пока нет. Ибо кроме вспыльчивости и способности с ноги разнести стол, Дельта нам ничего не продемонстрировала. Но она внутренний агент Кары, ровно как и Кашин Коджи, а он уже дал нам четко понять, что он весьма и весьма силен. Так что не исключено, что это дадзюца будет чем-то из разряда личного ультимативного перка, и надеюсь, что это будет нечто совершенно новое, а не какая-то калька с уже имеющихся дадзюцем. И, собственно, незадолго до уже упомянутой мной атаки, на Каваки Коджи спрашивает у Дельты, захватила ли она кого-то из внешних агентов, на что она отвечает, что, конечно же, захватила. И да, тем, кто атаковал Каваки, является Гарроу, внешний агент Кары, подчиненный Дельты. Вооружен он так же, как и Ау, научным вооружением Шиноби, и в его случае это своеобразные перчатки-пушки. И он так же является ЧСВ-шным ублюдком. Эту главу надо было называть не Каваки, а Тричи из СВ-перса и кто-то там еще. Серьезно, концентрация заносчивости и язвительности, которая исходит сразу от трех персонажей, просто зашкаливает. Но вернемся к Гарроу. С Каваки у него старые счеты, тот ему в свое время повредил челюсть, из-за чего он вынужден носить респиратор. Но помимо желания отомстить и естественно выполнить приказ Дельты, им так же движет желание вернуть сосуд, коим является Каваки. Да, Каваки это тот самый сосуд, что пытался отыскать Ауа. Вы спросите, а для чего этот сосуд? Отвечу, для некой силы или же энергии. Наверняка это связано с кармой, а карма связана с убийством Оо Цуцуки, после чего человек получает новые способности. Вероятнее всего, вместилищем этой силы и является Каваки. Вопрос в другом, карма это результат вливания этой силы, или же может быть проявляется она на начальном этапе этого процесса, а может быть напротив, наличие кармы является обязательным условием, чтобы стать сосудом. Ну вы поняли, да, на что тут такой прозрачный намек сделали. Новые джинчурики у нас тут намечаются, только без биджу и с вероятнее всего иным способом получения силы. И кульминация, естественно, становится задел на будущее. Каваки атакует Гароу и атакует его не абы как, а неким отростком, который до боли похож на джуин джуга и ряда других подопытных Арэчимару. По итогам глава неплоха. На кое-какие вопросы ответила, показали нам и прошлые Каваки, и дали понять, что он от кары бежит, и имя Дельты, собственно, назвали. Но при этом других вопросов осталось ничуть не меньше. Почему Каваки сосуд? И сосуд для чего он в принципе? Что, например, за герб на спине у него и джигена? Кары? Или же чего-то еще? Что за способность в финале продемонстрировал Каваки? В общем, интерес авторы продолжают поддерживать. Единственное, что на самом деле сильно так раздражает, это то, что Каваки без шуток калька с Саски. И это очень плохо. Надеюсь, дальше его будут развивать не как новую версию Вечного Мстителя, а как самостоятельного персонажа. Ну что ж, друзья, на этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, буду рад любой конструктивной критике, заглядывайте ко мне в соцсети, буду рад видеть вас и там. Также переходите на мой второй канал, все ссылки в описании, и ждите обзор на 25-ю главу манги Барута. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова